Мы закончили прошлое занятие, разговаривая про калибровку моделей. И в тот момент, я даже не знаю, ошибку я сделал или неточность, но всё-таки давайте я поправлюсь. Значит, о чём речь шла? Речь шла о том, что на выходе у нашей модели нейронной сети, XGBoost, случайного леса, мы получаем вероятности. Раз. Эти вероятности являются условными вероятностями, то есть они не являются вероятностями в чистом виде, и мы хотим так преобразовать выходные значения нашей модели, чтобы они максимально соответствовали вероятностям. Идеально не получится, но вот, чтобы максимально соответствовали, мы можем постараться. И вот в этот момент я говорил о калибровке, в этот момент я говорил о калибровке с помощью изотонической регрессии, и вот, когда я говорил, я рассказывал так. По горизонтали, но это просто картинка из Википедии, она не соответствует ситуации. По горизонтали у нас будут вероятности, извиняюсь, по горизонтали у нас будут те значения, которые мы получили на выходе нашей модели, например, нейронной сети. А по вертикали как бы более правильные вероятности. И как получить вторую координату для каждого наблюдения, каждая точка у нас соответствует наблюдению, как получить вторую точку для нашего наблюдения, все же таки лучше и правильнее делать так. Вот у нас какая-то одна точка. Так, а тут у нас... Сейчас. Вот. Вот у нас какая-то точка. Ну пусть она будет в районе 60. Ну 0,6, раз у нас там будут значения почти наверняка между 0 и 1. Дальше. Вот у нас эта точка. И как получить значение второй координаты? Мы берем некое окно. Заранее сами с собой договариваемся. Некое окно. Берем точки в каком-то интервале. Вокруг нашей. Ну, например, мы берем 15 ближайших... Или там 30 ближайших точек, у которых выходные значения меньше наших. 30 ближайших точек, у которых выходные значения больше наших. И смотрим, какую долю среди них составляют объекты того класса, который нас интересует. Ведь что такое эта вероятность? Ну, например, эта вероятность принадлежать классу А. Дальше. Мы взяли вот эти 60 точек вокруг. То есть у нас, получается, ширина к нам меняется. Вот. Для нас важно, чтобы точек было одно и то же количество. Вот мы взяли 60 точек и сосчитали, какую долю среди них составляют объекты класса А. Посмотрели это на обучающее множество. Эта доля и будет значением второй координаты. Коллеги, понятно? Я-то сказал, от нашей точки до нуля. Это нехорошо. Так лучше. Коллеги, понятно? Хорошо. С этим все. Теперь, следующее... Вот теперь уже... Ой. Теперь уже можно переходить к нашей теме. Сегодня у нас не стандартное занятие. Все-таки у нас теоретическое введение принадлежит... Нужно было для того, чтобы как-то нам на пальцах разобраться с тем, что у нас за метод. А потом мы упражнялись в этом методе. Сегодня у нас не будет упражнений. Почему не будет упражнений? Почему будут только разговоры, только лекции? Ну, по-моему, это у меня первый раз. Вот. За все время. Между делом объясню. Итак, что у нас? А у нас вот эффективное и модное сейчас дип-лёрнинг. Нейронные сети, глубокие нейронные сети. И, в общем-то, во многом ради этого весь разговор о нейронных сетях и затевался. Чтобы... Ну, что вот возрождение нейронных сетей, проснувшийся интерес к этим нейронным сетям, вот успехами этих самых глубоких нейронных сетей и объясняется. Зачем тогда было всё предыдущее, если вообще вся фишка в вот этих глубоких нейронных сетях? А потому что глубокие нейронные сети – это просто ребрендинг старых обычных нейронных сетей. И вот без понимания, как устроены нейронные сети, разбираться с глубокими нейронными сетями невозможно. Итак, что такое глубокие нейронные сети? Это те же самые нейронные сети, но только все мелкие детали мы в них поменяли. Это как вот был у нас автомобиль. Мотор поменяли, заменили на другой. Колеса поменяли, заменили на другие. Руль поменяли, заменили на другое. И в результате мы элементы обновили, но вообще конструкция та же самая. И поэтому то, что мы проходили, оно всё равно нам нужно. Всё равно у нас архитектура, в принципе, та же самая. А элементы все новые. И вот давайте элемент за элементом посмотрим, что за последние 10 лет изменилось в наших представлениях о нейронных сетях. Значит, первое, что изменилось. Активационная функция у нейронов скрытого слоя. Значит, у нас до сих пор что было? У нас почти всегда была логистическая функция. Вот этот самый сигмоид. Фаворит сегодняшнего дня. Ректифайт линеар юниц. Вот что же это такое? Это вот такая кусочнолинейная функция. До нуля, ноль. После нуля, единица. То есть вид у этой функции f от t равняется максимум t или ноль. Да, у нас проблемы. Эти проблемы связаны с тем, что это наша функция. Это не дифференцируемо в нуле. Но, как оказалось, лучше терпеть такую неприятность, чем отказаться вот от этой самой RLU. Итак, на сегодняшний день это тот вариант, который рекомендуется выбирать по умолчанию. Так, на секунду отвлекусь. Почему отвлекусь? Потому что скажу о книжке, которая, мне кажется, на сегодняшний день самая интересная и правильная, когда мы говорим о глубоких нейронных сетях. Называется она Deep Learning. Вот у них три автора. Самый интересный автор средний, Benjo. Вот есть такая точка зрения, я с ней полностью согласен, о том, что вот взрыв интереса к нейронным сетям и их успехи. В первую очередь, не исключительно, но в первую очередь связаны с тремя людьми. Хинтоном, Лекуном и Benjo. И вот один из них является соавтором этой книжки. Они эту книжку выложили. То есть искать ее нужно не на Амазоне, а на сайте под названием Deep Learning, по-моему. Ну, в общем, найдете. Значит, вот это то, что я рекомендую. И то, что, ну, я думаю, на 80% содержание того, что я рассказываю, там изложено. Изложено. Хотя книжка не самая простая. Вот. Так, даже для меня. Хорошо. Итак. Вот этот самый новый активационный функция. Что же будем делать в нуле? А когда мы будем использовать производную, мы возьмем либо производную слева, либо производную справа. Они-то уж есть. Или вообще в нуле будем считать значение производной, значение производной, какое это эпсилум. По определению. Итак. Все просто. Раз. Во-вторых, все быстрее. Почему быстрее? Потому что она нам помогает в обучении. Вспоминаем, когда мы вот этот метод обратного распространения. Коррекции весов рассматривали. То у нас там получалось следующее. Когда мы корректируем нейроны первого слоя. Последнего слоя. Последнего слоя. У нас там присутствуют производные. Активационные функции. Предпоследнего. Производные двух активационных функций. Третьего с конца. Производные трех активационных функций. И если, как всегда, как у всех у нас логистическая функция, то производная меньше 1,4, и у нас получается при движении от последнего слоя к первому поправки убывают как степень 1,4. И в результате последний слой меняется, а до первых слоев дело даже не доходит. Если у нас много слоев, это сразу оказывается плохо. И это, наверное, ключевой момент здесь. Поправки не убывают. Мы поправляем в равной степени и нейроны последнего слоя, и нейроны первого слоя. Результат. Вот статья, которая приводится Крижевского, Суцковера, Хинтона. Там объявляется следующее. Если мы от логистической перейдем к крылу, то у нас обучение будет идти в 6 раз быстрее. Нам еще об этом говорить. Обучение глубоких нейронных сетей, многослойных нейронных сетей происходит дни и месяцы. И в этой ситуации 1 месяц или 6 месяцев это уже не все равно. И поэтому такое сокращение это не то, чем хочется пренебречь. При этом, движемся дальше, при этом мы на самом деле все еще не понимаем, какая активационная функция хороша и правильная. Раньше у нас была логистическая, теперь у нас вот эта самая RLU. Давайте будем морально готовиться, что через 2 года у нас появится следующий фаворит, какой-то другой вариант. Итак, теперь для начинающего, собирающегося использовать все это на практике ответ уже есть. То есть используй вот эту самую активационную функцию. Но тем не менее я еще немножко поговорю, а какие конкуренты, какие идеи еще есть. Ну вот модифицированный вариант той же самой активационной функции. Ну давайте, вот формула есть, формула вот она. Чтобы разобраться с ней, что мы получим при α равном минус единице? То есть как можно эту функцию назвать, если мы в качестве α выбрали минус 1? Модуль, это просто модуль. Вот один конкурент, вот еще один конкурент, Max Out. Мы берем 2 набора весов. Считаем 2 линейные комбинации. Выбираем ту из них, которая максимальна. И получаем. Мне кажется, все это всем нравится в первую очередь потому, что фактически этот самый Max Out является обобщением RLU. То есть если мы в этой формуле в качестве вектора W1 возьмем нулевой, в качестве смещения константы B1 возьмем 0, то получим просто снова ту же самую функцию. То есть это такое, может быть, дешевое обобщение, может быть и нет. В любом случае нам нужно блюсти целых 2 набора весов. И как там, корректировать целых 2 набора весов. Это уже накладно. Еще один вариант этого самого Max Out, когда мы просто берем максимум входных значений. То есть берем значения, никакой линейной комбинации не считаем. Берем просто максимум. Вот. У нас... Чуть позднее поговорим о том, что это такое и зачем. Хорошо. Теперь по поводу уступивших лидерство логистической функции гиперболический тангенс. Во-первых, это почти одно и то же, потому что они выражаются друг через друга. Значит, самое интересное, то есть быстрое обучение. Самое даже не интересное, а полезное. Быстрое обучение происходит, когда линейная комбинация, аргумент, близок к нулю. Мы их не любим, потому что они часто насыщаются. То есть при больших значениях и прям... Когда у нас плюс много получилось в результате подсчета линейной комбинации, мы получаем градиент производную, очень маленькую. Если у нас минус много, у нас снова производная очень маленькая. И в результате получается, что обучение идет слишком медленно. Ну, вспоминаем про то ускорение в шесть раз, о котором я говорил. Вот где тормозится. Ну и еще, уже о чем говорил, медленное обучение первых слоев, потому что вот множитель 1,4 в какой-то степени, он уменьшает величину поправки. Тем не менее, и тот, и другой вариант еще не умерли. Они существуют в нейронных сетях других типов. И они существуют в качестве активационных функций у нейронов выходных слоев. То есть, они уступили как активационные функции у нейронов внутренних слоев. Что-нибудь еще? А что угодно? Только бы не линейное. Хоть косинус. Вот, например, авторы вот этой книжки писали, что вот, а мы однажды взяли, да, обучили нейронную сеть, у которой активационная функция была косинус. Как я понимаю, так, фуфа. Вот. И получили, как они пишут, чуть похуже, но вполне конкурентоспособные результаты по сравнению с теми нейронными сетями, которые, ну, которые вот использовали, например, эту самую RLU. Иногда отдельные деятели используют линейную активационную функцию внутри softmax, о котором мы поговорим еще. Она нужна нам в некоторых ситуациях у нейронов выходного слоя. Ой-ой-ой, перепутал. Softmax. Значит, а это что такое? Значит, вот мы хотим пользоваться какой-то библиотекой. Эта библиотека требует, будет там вычислять сама производную. Эта библиотека откажется RLU принимать как активационную функцию, потому что у нее проблемы с дифференцированием в некой точке. И нам хочется, нам хочется найти такую функцию, которая была бы приближением к RLU, но при этом оставалась бы гладенькой. И вот такая, есть такая функция, и в общем везде ее рекламируют, кроме вот той книжки, которую я порекомендовал. Вот дифференцируемые приближения. Вот вроде все хорошо. И то ли очередная мистика, то ли лично у них там в Канаде какая-то вот аллергия на вот эту функцию. Но, как честный человек, сообщаю, в книге ее не рекомендуют. Ответ на вопрос, почему, который я сам себе задаю, не знаю. Даже не понимаю. Вроде бы все правильно и все логично. Коллеги, понятно? Хорошо. Итак, первое изменение. Мы меняем активационную функцию. Вместо логистической у нас появляется это самое RLU. Дальше. Ой, у меня опечатка. Активационная функция нейронов выходного слоя. Рекомендация такая. Ответ зависит от той задачи, которую вы решаете. Если у нас задача регрессионная, то у нейронов выходного слоя линейная активационная функция. Мы считаем, что предыдущие нейроны дали нам некие фичи, некоторые характеристики. И наше дело просто правильные веса этим характеристикам придать и потом скомбинировать, получить линейную комбинацию этих самых фич. Итак, линейная. Дальше. Если у нас два класса, логистическая. Если у нас больше двух классов, то softmax. Что такое softmax? Берем линейную комбинацию значений. То есть, как бы мы вот так делаем. У нас после нейронов выходного слоя, вот в них там что-то пришло, вот эти нейроны выходного слоя дают значение, а теперь мы эти значения пересчитываем. Ну, достоинства этого подхода. На выходе у нас получается значение, сумма которых равна единице. Раз. Второе. Все они не отрицательны. Вот эти-то значения, вообще говоря, могут быть и отрицательны. Воспринимать отрицательные значения как вероятности некомфортно. И вот такая модификация. Такая модификация. Вот позволяет нам получить преобразованные выходные значения, которые очень напоминают вероятности. Но, безусловно, ими не являются. И уже после этого, если мы хотим вероятности, та самая калибровка, о которой я говорил. Если мы хотим, чтобы это были вероятности. Итак, вот они рекомендации для нейронов выходного слоя. Дальше. Критерии качества. Тот вариант, которым мы до сих пор пользовались. Тот вариант, которым я рассказывал. В нем что было критерием качества? Сумма квадратов ошибок. Mean squared error. Если у нас задача классификации, современная практика говорит, что это все зло. И вот комбинация среднеквадратичной ошибки и логистической активационной функции, это может быть худшая комбинация. И она здорово замедлит обучение нейронной сети. Значит, если не MSE, если не MAD, Mean Absolute Deviation, средняя абсолютная ошибка, то что ситуация очень похожа на ту, которую мы рассматривали когда в прошлой части курса, когда говорили про ГБМ. В качестве критерия качества рекомендуется использовать минус лог правдоподобия. Вот пример минус лог правдоподобия. имеющая свое собственное название кросс-энтропия. Для опытного человека это функция Q вполне и вполне знакома. Это минус лог правдоподобия для чего? Для миномиального распределения? Других функций правдоподобия о других функциях правдоподобия рассказывать не буду. Это как-то очень тяжело и объемно. Это вообще говоря, наверное, предмет отдельного курса. Слишком много нужно предполагать о ваших знаниях, а если не предполагать, то самому рассказывать. И вот как это быстренько и изящненько рассказать я не умею, поэтому вот умолчу. Единственное, с большим облегчением опять же в этой книжке увидел, что авторы тоже сдались. Они тоже не начали рассказывать, как какое минус лог правдоподобия считать, брать и еще что-то. Ну, я не знаю, может быть, за нами курс. Может, Игорь Кураленок об этом расскажет. Вот судя по всему, он к этому, к этим темам и движется. Вот поэтому только общее упоминание, деталей рассказывать не буду. Боюсь, что только запутаю. Единственное, да, по поводу этой формулы. Ой, извините, важные вещи не сказал. Y и Т, это те значения, которые были значения, ну вот у нас наблюдение и у нас предиктор и отклик, да? Иксы и Y. И вот в нашей обучающей выборке Y и Т, это значение отклика для данного наблюдения. а Y и Т с крышечкой это те значения, которые получаются на выходе нашей нейронной сети. Ну вот привычная, знакомая, родная сумма квадратов ошибок, она была бы ну, чтобы как-то сопоставить обозначения. Вот она была бы такой. Извините, конечно, я неаккуратно задал вам вопрос, кто узнает, кто узнает, когда сам не объяснил, что такое Y и Т, Y и Т с крышечкой. Но теперь разобрались. Хорошо. Инициализация весов и смещений. Правило такое. Когда мы говорим о нейронах выходного, извиняюсь, когда мы говорим о нейронах внутренних слоев, нужно в качестве вот этих случайных значений брать маленькие числа вокруг нуля. Мы их, видите, генерируем случайным образом. Дальше. Никому не известно, что лучше, брать нормальные распределения или брать равномерные распределения. Тем более, неизвестно про все остальные. Ну, в общем, практике кто-то берет равномерное распределение, кто-то берет нормальное распределение. Нормальное. Почему ближе к нулю? А потому что, если мы погорячимся, если мы в момент инициализации зададим большое значение, если при обучении придется это значение уменьшать, то это будет долго, долго и долго. И поэтому лучше брать изначально маленькие значения. Следующий момент. Конечно, очень еще хочется, чтобы инициализация была удачной. А что значит, в чем разница между удачной и неудачной инициализацией? И вот появляется такой термин декорреляция. На самом деле об этой декорреляции можно было говорить еще, когда мы говорили, например, о случайных лесах. Вот вспоминаем случайные леса. Оттуда начну. Случайный лес это много деревьев. Эти много деревьев каждая дает ответ, каждая распознает класс объекта, а потом среди этих деревьев происходит голосование. Чего мы боимся? Что для нас нежелательно? Для нас нежелательно, если в этом лесу среди 500, 1300 деревьев будет очень много одинаковых. Нет, мы старались, чтобы они были разные. Мы ведь обучали их на разных наборах переменных, на подвыборке переменных, на подвыборке наблюдений. Но тем не менее, если задача тяжелая, если данные скучные, то у нас среди деревьев может оказаться большое количество почти идентичных. И вот, когда у нас присутствуют почти идентичные деревья, мы говорим о корреляции этих деревьев. Ну, потому что выходные значения у почти идентичных деревьев почти одинаковы. Высокая корреляция между ответами. Как минимум, это неэффективно. Мы построили тысячу деревьев, а на самом деле там присутствуют деревья только где-то пяти типов. Нехорошо. вот здесь что? А здесь при чем декорреляция? А она при том, что у нас могут быть почти одинаковые нейроны. И тогда получается, что у нас эти нейроны будут генерировать фичи, и эти фичи почти одно и то же. И получается, что мы будем обучать, обучать, упрощаю, очень сильно упрощаю. То есть, по идее, по смыслу задачи, если туда вникнуть, скажем, у нас там есть пять ключевых фич, а у нас две из этих фич не обнаружились, вот не обучились у нас нейроны, ни одного нейрона, чтобы порождать вот эти фичи. И что же получается? У нас из пяти факторов, из пяти фич работает только три. А все остальные, у нас же их много, у нас их там может быть семьсот, а все остальные более-менее клоны друг друга. Вот. И поэтому мы хотим в момент инициализации как-то так постараться, чтобы у нас нейроны отличались между собой как можно сильнее. По весам. Все остальное это у них в пределах одного слоя, одно и то же. И вот случайная генерация весов, она и нацелена на то, чтобы породить как можно более разные нейроны. Более того, забегая вперед, есть еще специальный трюк, который в какой-то мере увеличивает разнообразие нейронов. так называемый drop-out. Терминология новая, поэтому у меня очень много английских слов. Давайте я лучше не буду их переводить, стараться, а буду говорить как оно по-английски, по крайней мере вы это в текстах поймете, а на русском это еще неизвестно как говорить. Вот. Значит, вот этот самый drop-out. Ну что такое drop-out? Что-то отбрось, да? Что это означает? Что там отбрасываем? А мы в момент обучения отказываемся менять некоторые веса. Вот у нас идет обучение, идет коррекция весов. И вот очередной этап обучения, а мы заранее уже решили, на этом этапе вот эта треть нейронов не будет модифицироваться. А на следующем этапе тоже треть, но только другая. а на следующем этапе тоже треть, но еще одна какая-то другая третья, выбранная случайным образом. Неэффективно, неэффективно. Замедляет, замедляет. За что боремся? А боремся за то, чтобы у нас нейроны как можно сильнее разбежались, как можно были, как можно сильнее отличались друг от друга. Коллеги, понятно. При этом давайте заметим, что у нас очень много проблем с этими нейронами отличаются, или похоже. Вот возьмем один нейрон и другой, и пусть они будут отличаться тем, что у этих нейронов значения будут пропорциональны. ну скажем, если на первом нейроне 17, то на втором 34. Если на первом нейроне минус 1, то на втором минус 2. То есть значения отличаются множителем 2. Это ведь одинаковые нейроны. Просто за счет весов они приводятся к одному и тому же. Вот я к тому, что не всегда так легко понять, насколько различны, насколько различаются эти самые нейроны. Итак, это я уже что-то заговорился. И вот теперь значит у это равномерное распределение на интервале то ли вот на таком, то ли вот на эдаком и то и другое есть эвристика. Вот авторитеты говорят я делаю так мне нравится. Те, кто особо сильно боится получить сходные нейроны, они делают еще так. значит берут и говорят вот у нас на выходе сколько там n значений на выходе извиняюсь на входе m значений m весов и в момент инициализации я только k из них ну например 100 весов на входе и я только скажем 40 из них сделаю отличными от нуля. И вот а эти отличные от нуля выберу случайным образом на интервале о господи как у меня затейливо минус 0.1 плюс 0.1 коллеги понятно хорошо следующее веса весами а со смещениями нужно работать иначе у нас уже исторически не раз было свободный член определяется иначе когда у нас была линейная регрессия я говорил гипотеза что свободный член равен нулю не отвергнуто значит ли это что мы будем работать дальше без свободного члена нет свободный член надо оставить если мы свободный член положим равным нулю то у нас вся математика так так сильно изменится что проще его оставить так и здесь со смещениями все иначе рекомендация все смещения равны нулю кроме кроме смещений у нейронов выходного слоя а как там брать смещение ну вот ну вот тут написано решим это уравнение softmax это что такое помним да е разделить на сумму е вот решим это уравнение возьмем такое значение если у нас вот активационная вот такая активационная функция то брать смещение равными нулю опасно и поэтому если у нас активационная функция как советует вот такая RLU то не надо свободные члены брать равными нулю как это написано выше а лучше взять скажем 0.1 чтобы не попасть в этот нулю регуляризация о ней совершенно кратенько совершенно кратенько что почему совершенно кратенько ну что это у нас следующая тема и там уже следующей теме с этим разберемся вот у нас какой-то критерий качества то ли кросс-энтропия которую я уже показывал то ли вот сумма квадратов ошибок и вот тенденция сегодняшнего дня состоит в том что давайте мы возьмем сумму квадратов всех весов умножим эту сумму квадратов на некоторое число лямбда о числе лямбда нужно думать и как-то его оценивать и прибавим это все к критерию качество снова важно в этой сумме квадратов отсутствует В в этой сумме квадратов отсутствуют свободные члены ну в качестве анонса к следующей лекции к следующему занятию чего мы боимся мы боимся больших значений весов но в случае если бы у нас было экспоненциальное распределение то там просто паника потому что большие значения весов превратят линейную комбинацию то ли в плюс много то ли в минус много и и обучения не будет называемое насыщение и вот такое дополнительное слагаемое не даст нам ну вот сделать веса слишком большими и значит здорово затормозить обучение это первое во вторых но ведь мы хотим что чтобы то что у нас получалось на выходе и то что у нас имелось должно быть на выходе чтобы оно минимально отличалось как можно меньше мы хотим минимизировать сумму квадратов ошибок или какой-то другой критерий ну в очередной раз скажу нет не хотим да я так говорил да так все говорят и я врал и все врут мы не хотим минимума да мы не хотим минимизировать q потому что минимизация минимизация q это скорее всего почти наверняка переобучение вот а здесь у нас появляется такое слагаемое которое играет некую служебную роль и в общем она и не позволит нам минимизировать до конца значение критерия качества то есть на самом деле это все ну вовсе не так уж плохо как как кажется ладно перескакиваю на другой текст так что я еще не рассказал было было ну маленькое отступление все ж таки эти многослойные нейронные сети особенно в задачах распознавания речи в задачах распознавания картинок да нам обещают что они будут еще программы за нас писать и еще классные всякие вещи делать эти нейронные сети требуют огромных выборок для обучения то есть те шутки которые мы шутили раньше они уже не проходят когда у нас было помните всего 4 наблюдения задачи исключающего или но потом было их 500 не все иначе эмпирика это уже не эти ребята говорят не авторы этой книжки эмпирика такая если мы хотим добиться успеха у нас должно быть не меньше 5000 наблюдений в каждом классе задачи распознавания а если а если у нас больше 10 миллионов наблюдений то машина уже будет работать лучше чем человек это кстати наблюдение насчет 10 миллионов или эта идея она появилась после его высказал а потом его поддержали человек который у нас уже упоминался где-то вот вот этот Крижевский когда он там различал я не помню то ли а породу собак породы собак то есть нейронная сеть которая берет фотокарточку и распознает вот здесь лабрадор вот здесь хаски вот здесь еще что-то и так далее в какой-то момент все было хорошо но ошибок уже было так мало и он решил посмотреть а где же нейронная сеть ошибается то есть взял те наблюдения те картинки из обучающей выборки которые были распознаны неправильно и раз за разом начал обнаруживать что там были неправильные подписи что мол какая же это хаски это лабрадор тут то есть ошибки были при ошибки ошибки были человеческими машина поправила тех кто составлял эти выборки 10 миллионов 10 миллионов это очень много если мы говорим о картинках если мы говорим о распознавании речи если мы говорим о текстах это еще возможно вот перед нами весь интернет вот заходим в одноклассники там и 10 миллионов кошечек точно будет 10 миллионов собачек точно будет и еще там всего по 10 миллионов конечно в других ситуациях нам тяжело то есть вот мало того что у нас должны быть эти наблюдения они ведь все должны быть в обучающей выборке то есть мы должны знать какому классу они принадлежат вручную это очень тяжело следующее замечание вот как это говорят дип-леунинг это вот важней крупней и самый яркий представитель биг-дейта вот как раз только что был на конференции и должен предупредить коллеги осторожно со словом биг-дейта значит биг-дейта занято маркетологами биг-дейта это нынешний ребрендинг вот для простого и незатейливого термина анализ данных если заказчику втюхиваешь какой-то анализ данных то втюхивать анализ данных не круто а втюхивать биг-дейта это правильно и хорошо заказчик пока еще клюет как только он перестанет клевать он начнет говорить да да ну биг-дейта мы пробовали вашу биг-дейту не работает то сразу это будет названо как-нибудь иначе там вот вызревает термин компьютер интеллигенс и еще что-то и получается так что как только вот эти самые консультанты маркетологи продавцы услуг по анализу данных испортят репутацию какого-то метода то вот начинаем переименовывать как дип-ленинг то есть нейронные сети не круто нейронные сети кому они нужны а дип-ленинг те же самые нейронные сети в другой упаковке с другим бантиком оно уже работает но пока бигдейта еще живо давайте заметим что R в рамках этой бигдейта работает плохо какие ограничения в первую очередь присутствуют у R в первую очередь присутствует ограничение что мы можем работать с таким объемом данных которые влезают в оперативную память вот есть у вас на сервере 124 гига оперативной памяти будете работать создать 124 125 уже не влезет и вот у R как у старого языка получаются большие проблемы с этими самыми большими данными ребята там крутятся ребята там что-то делают но в общем по-моему вот огромные массивы данных лучше анализировать в питоне да я люблю R я разбираюсь в R да я не особенно хорошо разбираюсь в питоне поэтому мне сложно его любить но в данном конкретном месте лучше питон следующий момент вот а почему у нас на это самое биг дейта не будет примеров почему не будет задачек почему бы не упражняться но именно потому что в R практически нет библиотек с современными вариантами нейронных сетей то есть если начать искать а какие есть библиотеки для анализа нейронных сетей но с двумя мы уже знакомы да одна это N нет другая неурал нет с которыми мы работали а если мы пойдем дальше а если мы пойдем дальше то во первых в этих двух библиотеках уже этой самой активационной функции RLU нет я перед этим специально проверил ну ладно есть библиотека Deep Learning но там то уж точно есть нет там тоже нет библиотека Deep Learning там активационные функции линейные гиперболический тангенс логистическая а все остальные а все остальные библиотеки это интерфейс к другим библиотекам библиотекам на Java библиотекам на Python ну конечно библиотекам на C вот дальше значит и так почти все интересное что есть в R это просто интерфейс к библиотекам уже существующим других языках теперь бы мне теперь бы мне и порекомендовать а какими библиотеками нужно пользоваться но вот не буду потому что опять таки вот все меняется я начал смотреть в преддверии этой лекции и понял что то те библиотеки которые я считал правильными хорошими передовыми где-нибудь в июне прошлого года они уже не они уже не самые хорошие не очень передовые там все очень сильно меняется питоновская библиотека tensorflow вот она была очень перспектива перспективно было очень хорошо но они сейчас ее развивают какие-то другие направления но только не в сторону deep learning там остался в зачаточном состоянии какая-то сейчас боюсь ошибиться тяна полу заброшенных разработчики свалили в другие какие-то библиотеки в общем так когда дело дойдет ищите заново ищите заново ну и наконец чужая рекомендация ну вот говорят что сейчас у эру лучший интерфейс каждого такой библиотеки ну еще раз подозреваю что вы не завтра сядете этим заниматься через какое-то время просто посмотрите отзывы посмотрите все слишком быстро меняется почему то не знаю почему но вот разработчики качует из библиотеки в библиотеку это что сегодня живет и активно развивается завтра по каким-то внутренним или внешним причинам вдруг оказывается в застое коллеги понятно и так и так deep learning это то что лучше делать с помощью и тона вот это главное возражение второе возражение второе возражение просто эрс все-таки медленноват для такого рода вещей ну и повторюсь что бигдейта это стало чисто маркетингом термином и более того наверняка вы встречали как-то быстро не нашло но вот кривая новых технологий то есть когда вот здесь бум и вот как здесь спад а здесь она становится просто уже существующей общепринятой привычной терминологии и вот на этой кривой развития разных технологий бигдейта был 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 где-то здесь а потом пропал и что же получается составители этого графика на первыми поняли что бигдейта перестала быть технологией а стала продажным трюком и они просто развалили бигдейта на базы данных которые работают с большими данными там на deep learning еще на что-то к сожалению почти любой термин таким вот образом как бы истончается что ли ладно следующий шаг обучение обучение когда мы когда мы начинали разбираться с нейронными сетями я сказал примерно следующее что вот существует для нейронных сетей много способов оптимизации совсем разные способы оптимизации и вот но мы будем по старинке по старинке пользоваться методом скорейшего спуска градиентными методами одна из причин почему я это сделал потому что в настоящий момент в deep learning работает именно этот простейший метод скорейшего спуска единственное отличие заключается в том что обучение рекомендуется про и проводить так называемыми мини наборами матчами мини матчами даже значит как мы могли действовать мы могли действовать так пропустили через нейронную сеть одно наблюдение вот у нас нейронная сеть вот у нас нейрон скажем один выходного слоя вот он выдал y с крышечкой вот надо y вот мы знаем ошибку и дальше в соответствии с этой ошибкой модифицируем веса понятно что этот подход случае больших данных не работает но у нас 10 миллионов или больше наблюдений это означает что все наблюдения пройти это уже 10 миллионов итерации и это мы только первый шаг закончили по второму разу пропускаем по третьему разу пропускать и каждый раз 10 миллионов не получится второй вариант пропустить все наблюдения каждый раз накапливать ошибки и поправки и поправки и потом разом сделать поправки так называемый по эпохам то есть пропустить все наблюдения понять какие были ошибки каждый раз и после того как мы пропустили все наблюдения проводить только коррекцию. Потому что у нас будет может так, что вес сначала увеличился, потом после второго наблюдения нам надо его уменьшать. И чем вот так дергать эти веса? Мы лучше просуммируем их или усредним их. Нет, просуммируем. И будем корректировать. Но снова 10 миллионов. Тяжело. И вот сейчас единственная техника, как я понимаю, проводить коррекцию мини-батчами. Например, берем 300 наблюдений, 400 наблюдений, пропускаем. Единую общую коррекцию по этим 300 наблюдений делаем и проводим коррекцию. При такой схеме неожиданно оказывается, что мы можем обучить нейронную сеть, не пройдя даже всех наблюдений. А это как? А это как? Ну вот, тем, чтобы объяснить, как это может быть эдакое чудо, давайте заметим следующее. Живо? Живо. Вот я давайте усредню. Это ничего не меняет. И скажу следующее. А ведь я могу рассмотреть... Давайте вот так. А я ведь могу рассмотреть критерий качества как математическое ожидание. Коллеги, это понятно? Или прокомментировать? А если у меня есть математическое ожидание, то я фактически оцениваю это математическое ожидание. И для того, чтобы получить... Вот теперь перескакиваю наружу, за пределы обсуждения нейронных сетей. Чтобы оценить математическое ожидание, мне зачастую нужна очень маленькая подвыборка. 30 наблюдений уже хлеб, 300 нормально, 600 совсем хорошо. И тогда что же получается? Мини-батч, скажем, 300-600 наблюдений. Это наш некий способ оценить это самое математическое ожидание. Итак, когда у нас критерий качества? Можно представить как сумму, как бы микрокритериев качества. Вот это сумма чего? Ну вот это критерий качества для одного наблюдения. Когда мы можем так представить, получается, что мы, оценивая и минимизируя математическое ожидание, можем обойтись подвыборкой. И после этого наше представление о том, сколько нам нужно шагов для того, чтобы обучить нейронную сеть, вдруг резко меняется. Если раньше мы оценивали эпохами там или по наблюдениями, и у нас получалось, что обучение будет зависеть от количества наблюдений, а у нас там миллионы, то теперь получается, что у нас будет определяться количество наблюдений в этом мини-батче. Вот наборчики. То есть это некие соображения, которые оправдывают, обосновывают то, что мы видим на практике. Можно получить вполне разумно работающую нейронную сеть, даже не пройдя всех наблюдений. Что мы будем делать с тем, что выбор локальный? А ничего не будем делать. Если у нас локальный минимум, и он хороший, если на тестовом множестве все хорошо, ну и бог с ним, ну будет немножечко локальный минимум. Минимум. На что мы надеемся? Мы надеемся на то, что когда мы ищем минимум, если мы окажемся здесь, то мы увидим низкое качество работы на тестовом множестве, а если мы окажемся здесь, а не здесь, в глобальном минимуме, то нам все равно. Да мы, в общем-то, в минимуме не хотели. Потому что в минимуме мы опасаемся переобучения. Вот такой поиск минимума, которого мы не хотим найти. Ладно. Но это все еще не глубокое обучение. Это те модификации, которые нам были нужны, или, скажем, которые назрели к текущему моменту при обучении нейронных сетей. А теперь давайте, собственно, о глубоких сетях. Что же там появилось? Что же там появилось? Что позволило? Да, у вас все эти презентации есть, да? Обождите. А то, что... Я выкладывал. Я каждый раз перед началом пары спрашивал, там, прочиталось, не прочиталось. Вот первый раз не спросил, и сразу же... Ну ладно, это все как бы будет. Нету, да? Может, в спешке кнопочку сохранить не нажал. Ну ладно, извиняюсь. Ладно. И вот теперь к сверточным нейронным сетям. Convolution Network. А? Да. Рекомендуемые размеры вот этого мини-батча? Я бы... Конечно, зависит от задачи, но если вот все-таки отвечать, я бы сказал 600 наблюдений. Тогда 300. Если 300 не позволяет, то вам лучше на сервер это как-то анализировать. Ну хорошо. Итак, мы движемся к распознаванию объектов на картинке. И вот, чтобы как-то пояснить, откуда возникла идея вот этих самых сверточных Convolution Networks, начну издалека с совершенно бездарной идеи, улучшая которую, улучшая которую, будем, добавляя идею за идеей, получим эти самые сверточные нейронные сети. Итак, вот у меня фотокарточка. Вот на ней что-то там изображено. Вот я ищу на этой фотокарточке ромашку. Пусть у меня будет черно-белая для простоты. Значит, первая мысль, да, она глупая, взять, наложить сюда, и вот так, таким окном, двигаться, двигаться по фотографии, и каждый раз измерять степень соответствия на этом, на этом фрагменте, и вот на том фрагменте фотографии, который есть. Вот, значит, первое сравнение, вот второе сравнение. Когда дойду до конца, у меня появится, сдвину вниз, и снова буду двигать. И буду искать момент, когда соответствие здесь и на каком-то там фрагменте максимальное, максимальное, или там превышает некоторый порог. Понятно, что этот подход совершенно непрактичен, потому что если на фотокарточке будет вот такой цветочек, или, дай бог, вот такой цветочек, то соответствия не будет. Хорошо. Но перебрать все варианты этих фрагментов тоже невозможно, непрактично, не работает. Следующая идея. Следующая идея появилась, когда начали вейвлет преобразования применительно к картинке, а потом считаем, что эти там ведущие вейвлеты это дают нам какие-то фичи. Не особенно это сработало, но одна дама зацепилась за идею и сказала, вот такие вот фрагменты, они чертовски похожи на вейвлеты, и что я буду делать? А я буду для каждого фрагмента искать, насколько он совпадает с первым, вторым, третьим, вот и так далее. Сколько у меня тут? 12 образцов. Может быть больше. Причем этот список менялся, то есть сначала были только прямоугольные фрагментики, потом появились еще вот такие наклонные, ну и дальше что? А дальше получается, что для каждого фрагмента мы получаем 12 чисел степень соответствия этого фрагмента и вот этого блока, ну и это можно уже подавать на вход какого-то распознавателя. ну и вот наличие некого фрагмента при распознавании лиц указывает, если есть такой фрагмент и такой фрагмент чуть повыше, то это уже можно подозревать человеческое лицо. Ну и вот так они действовали, так они рассуждали и и что где тут слабое место? слабое место в том, что у нас вот есть набор образцов и мы работаем только с ними. А следующая идея состояла в том, что а пусть этот набор образцов создаст сама нейронная сеть. Пусть вот эти фрагментики, не 12, а сколько-то там больше, пусть эти фрагментики подберет нейронная сеть сама. Как? На выходе нейрона пусть пусть появится вот степень соответствия участка картины, картинки и вот такого образцового фрагментика, как он получится у машины. Коллеги, понятно? Ну, давайте еще немножко, еще раз то же самое. Хотя все кивнули, но тем не менее, еще то же самое. Значит, вот у нас есть фрагментик. Как ведь мы будем измерять соответствие? Вот я еще вернулся к той бездарной идее. Это соответствие здесь и здесь. Но я возьму попиксельно и возьму значение пикселя, интенсивность черного у пикселя на фрагментике и на том участке картинки, который есть. И потом степень соответствия получу как линейную комбинацию. Ну, вот такую, как ковариацию. А потом я еще пойму, что это чертовски похоже на то, что происходит внутри нейрона. То есть, вот это характеристики от модели, вот это те характеристики, которые у фрагмента картинки. И вот я беру их линейную комбинацию. А потом я возьму нелинейное преобразование и это будет входом нейрона. Извиняюсь, выходом нейрона. Так, если в ходе обучения у меня появятся эти веса, веса соответствуют вот такому образцу, прототипу. И тогда получится, что вот эти веса определяют некую картинку прототипа. И я беру вот эту самую линейную комбинацию. Итак, что произошло? Мы сдались. Мы сказали, мы можем придумать много, не 12, а еще много таких картинок, но мы совсем не уверены, что мы все варианты перебрали, мы совсем не уверены, что эти варианты то, что нам нужно. Пусть машина сама поймет, какие должны быть прототипы. Коллеги, понятно? Хорошо. Вот теперь хорошая страничка, там все мелькает. и ой, подождите, что тут не то. Не-не-не-не-не, не та картинка. Вот она. Это я просто указал, где я взял картинку. мелькает. Вот что получается. Вот что получается. Ну что, почему три тут таблички слева? Ну у нас у нас три цвета, да? При каком-то формате кодирования изображений. И вот интенсивность в каждом случае. Фильтр. там, это вот те веса, которые обучатся, настроит нейронная сеть. И вот мы берем просто линейную комбинацию по фрагментикам, пробегая картинку. Коллеги, понятно? И что же получается? Получается, что у нас на выходе будут что-то вроде фичи. Степень соответствия того прототипа, который выдумала нейронная сеть, и фрагмента картинки. Коллеги, понятно? Итак, бегаем вот таким окошечком по картинке, и у нас получаются нейроны, 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 и выходные значения. Потом мы хотим немножко увеличить контраст. Затем у нас следующий слой, так называемый пулиндэ, они почти всегда следуют один за другим, конволюшн, вот этот сверточный, и потом вот этот пулинг, который берет еще один фрагментик, уже на наборе фич, и выбирает в этом фрагментике максимальное значение. После чего у нас получается целая последовательность слоев, и мы надеемся на то, и действительно вроде так и получается, что у нас слой за слоем получаются вот эти самые фичи. То есть сначала фичи появляются у нас в виде каких-то штрихов, потом на следующем слое у нас появляются уже какие-то уголки, грани, потом у нас появляются уже контуры, после чего мы распознаем. А, обрезает, да? Google нет. Победитель одного из конкурсов по распознаванию картинок. Вот такая монструозная нейронная сеть. и давайте заметим, как на ней сверточные слои идут в паре с этими самыми увеличивающими контраст слоями. Ну и еще на выходе Softmax слой. И вот так слой за слоем, слой за слоем мы получаем работающую нейронную сеть. и она распознает уже породы собак. Все такое прочее. Затраты. Значит, что значит обучать сверточную нейронную сеть очень и очень многослойная? Страница 289 из той книжки, которую я вам рекомендовал. Самое обычное дело потратить дни или месяцы на сотнях машин для того, чтобы получить, для того, чтобы обучить нейронную сеть. Получается, что распознавание картинок речи довольно затратное дело. Значит, что нужно человеку или компании, которая влезает на этот рынок? Ну, видеокарта, библиотека правильная, ну и месяцы обучения нейронной сети. Поэтому этот рынок относительно свободен. Начальные затраты слишком велики. Вот, когда я чуточку повезло, я консультирую одну компанию питерскую, которая занимается этим, я у них спросил, а если вот не современная, а видеокарта предыдущего поколения, ну, говорит, все хорошо, будет работать, но только время умножай на 5. Способ сократить это все. Если у вас какая-то конкретная задача, если у вас нужно распознать какие-то конкретные объекты на фотокарточках, то распространенный трюк заключается в том, чтобы скачать не только библиотеку, но и предобученную нейронную сеть. То есть, она уже как бы базовые вещи научилась сделать, вы свою обучающую выборку дополнительно через нее прогоняете, корректируете веса, и это вполне рабочий прием. Если у вас ваша тема не слишком отличается от вашей задачи не слишком отличается от тех задач, на которых была обучена эта самая нейронная сеть. Коллеги, понятно. Ну, отчасти поэтому на конкурсах фотографий выигрывают лаборатории, а не люди. Как там бывший Bell Labs называется? Alcatel, не Alcatel, Lucent. Lucent, Монреальский университет, Google. Ну, теперь окончательно повторяю, почему нет упражнения на эту тему. Требовать от людей без видеокарты, да у меня и самого пока еще нет, обещают, но еще не дали, старую правда. Вот, требовать людей без видеокарты, да еще на R все это делать бессмысленно. Надеюсь, вы получили представление. Вопросы? значит, что получается после того, как у вас отработал вот этот сверточный слой? Значит, что получается? Получается так, что у вас этот слой содержит очень много нейронов, очень много нейронов, которые будут соответствовать разным фрагментам и так далее. Дальше мы берем, причем на самом деле, если мы говорим о картинках, то лучше это рисовать не в виде вектора, вот в виде столбца, а лучше это рисовать в виде двумерной картинки. То есть, вот я разрезаю вот этот слой нейронов, формирую из него картинку, а теперь что же получается? А теперь я хочу взять снова фрагмент, снова фрагмент, например, квадратный, и из этого фрагмента я хочу взять выход того нейрона, чье значение максимально. вот это и есть пулинг. Тут нет? Вот этот самый пулинг. Смотрим на прямоугольник слева, и вот что это у нас? Это у нас в виде таблички организованы нейроны вот этого сверточного слоя. вот это значение, которые у них получились. А слой пулинг, он берет вот эти прямоугольнички и заменяет их на меньшее количество прямоугольничков, а выходное значение у него максимальное значение. Давайте заметим, что у нас был уже такой, такая активационная функция, которая дает максимум. Ну, вы спросили, что он делает. Вот еще вопросы. Хорошо. Ну, следующее занятие регуляризация. Зачем она нужна, как мы ее можем использовать? в первую очередь для работы с разреженными данными. Все на сегодня. кто хочет со мной поговорить, где-то минут через десять, тогда на кухне встретимся и поговорим. Хорошо? Вы пропустили. Да, я не опубликовал. Да, я пообещал пропустить. У меня просто был круглый стол, которому пришлось готовить, который пришлось организовывать. Внешние обстоятельства, но с этого я начинал, кода получается, но я продлил сдачу первой лабораторной работы на неделю. ой, коллеги, еще не все ушли. Можно еще одно маленькое замечание, а? Вот, распознавание картиных не так просто. И то, что у нас есть механизмы, которые... Девушка, можно я еще три минуты буквально? И то, что у нас есть механизмы, которые хорошо распознают изображение на картинках, не значит, что все безупречно. На самом деле, наши механизмы распознают какие-то элементы, и вот если есть такие элементы, то мы говорим, это автомобиль, или это малиновка, это еще что-то. Получается, что для анализа нейронная сеть извлекает из всей картинки очень маленькие фрагменты и смотрит на них. И несколько человек задались вопросом, а что делать, что произойдет, если мы добавим на картинку шум? И из этого выяснилось следующее. Вот кто хорошо знает английский, меня поправит или там поможет, левая верхняя, малиновка, с вероятностью 96,6, сколько? С вероятностью 99,6, малиновка, двигаюсь справа, гепард, армадилия, это что такое? броненосец, панда какая-то, вот здесь королевский пингвин присутствует, бейсбол и так далее. Получается, что общей картины, общего представления нет. Выбираются фрагменты и по ним очень неплохо распознается. но вот как сделали вывод, обмануть нейронную сеть очень-очень несложно. Вот все это, вон электрическая гитара справа и так далее. У меня в архивчике эта статья тоже будет. всегда интересовалась в каких-то строях по развитию сборки в самом двух сетях и это все решено. Ну? То есть, такое можно сделать, только зная внутреннюю сеть, то есть, там, насколько округленная на основу получения это пропагейшн, да? Да. То есть, вторая сеть, она же полностью случайная, или воспользуешься второй сетью, она уже не ошибается. тогда можно всегда просто использовать несколько сетей и все. Ну, давайте я переформулирую вашу реплику. То есть, работа увеличится в три раза. Но если две, если три, то в три, если пять, то в пять. Вот, но тем не менее, каждая отдельная нейронная сеть вот слишком на тонкие детали обращает внимание на сегодняшний день, на сегодняшний день, из-за чего и возникает такая штучка. То есть, вот там, где Робин, там присутствуют все нужные штришки, чтобы распознать малиновку. и сетей, вот там, и сетей,